Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о одном из способов экономить в Америке, а конкретно как экономить в Walmart. Много кто этого не знает и я уже давно решил снимать такого рода видео о разных способах экономии. У меня уже было видео про купоны, а сейчас так как, ну, все-таки часто мы покупаем много чего, особенно там разные вещи для дома, на кухню, в туалет разную химию, кое-какие продукты, вот. И мы научились немножко экономить в Walmart. Все это делается с помощью аппликейшена, который можно скачать и установить себе на телефон, на Android или на iPhone. И вот сейчас я покажу, как это делать. Вам не надо искать никакие купоны, ничего вырезать, ничего скачивать в аппликейшен, ничего никому показывать. Вы просто идете в Walmart, покупаете все, что вам нужно, а потом в Walmart-овский чек, вот у меня он есть. Сканируйте при помощи аппликейшен самого Walmart. Что Walmart делает? Walmart сравнивает цены свои с ценами в других магазинах, которые есть в этой же Арии. И если в другом магазине что-то дешевле, то Walmart вам возвращает разницу. То есть, если вы не используете аппликейшен, то вы платите сколько Walmart сказал. Если вы используете, то Walmart вам в итоге вернет немножко денег. И вот сейчас я покажу на камеру, как это все выглядит, как отсканировать и как посмотреть цены. И вот мои предыдущие чеки, сколько мне Walmart за что, когда вернул. Вот это, забыл как это называется, QR-код, который нужно просканировать. Но конкретно на этом чеке, вчера мы были в Walmart, конкретно на этом чеке он очень плохо пропечатанный. Видимо краска заканчивалась в кассовом аппарате или в чековом аппарате, я не знаю как это называется. Так что, скорее всего, у меня не получится отсканировать вот этот QR-код сегодня, но можно ввести данные чека вручную. Просто вот этот код надо ввести, который здесь выше цифрами написано. Значит так, запускаем Walmart Application. Идем в меню Saving Catcher, то есть в переводе ловить скидки и нажимаем кнопочку Scan Receipt, отсканировать чек. Дальше, все это делается вот так, наводится этот QR-код в квадратик, но как я и предполагал, Walmart не может его отсканировать, потому что он плохо на чеке напечатан. Значит будем вводить вручную Type Receipt Info и надо ввести этот код 0173-0105-2707-7249-3118 и еще здесь дату. Дата вчерашняя, Submit. Все говорит, что Receipt получен, то есть чек получен, можно просканировать еще один, можно посмотреть. Вот можно посмотреть. Здесь сразу показывает, что здесь есть в чеке, то есть по сути этот чек уже можно выбросить, а если вдруг надо будет вернуть кое-какие вещи обратно в Walmart сдать, то можно вместо вот этого чека привезти вот Application и все это на Application показать. Ну и там примерно где-то 2 дня тратится на то, чтобы Walmart обработал цены и посмотрел, есть ли скидки. Сейчас я вам покажу какие-то предыдущие. Вот например, предыдущий чек, потратили мы 155 долларов, нам вернулось 1,93$. Перед этим было вот 84 доллара потратили, 4 вернулось. Были такие, что ничего не возвращалось. Вот, no lower prices found, то есть Walmart не нашел ниже цен. Вот откроем сейчас один такой чек и посмотрим. Вот, 4,43$ нам вернулось с этого чека. Потому что мы купили сальсу Walmart за 3,48$, а Walmart говорит, что вот в Dollar General в тот же день она была по 2 доллара. И поэтому мы получили 1,48$ обратно. Пицца, сок, кофе Dunkin' Donuts, Coca-Cola. Вот на эти, раз, два, три, четыре, пять, Walmart нашел дешевле цены в других магазинах. Вот здесь Dollar General и Target в этом случае. Сейчас другие чеки гляну, посмотрю. У нас Ferrero Rocher. Мы купили в Walmart за 3,50$, а в Publix он был 2,49$. Мы получили 1,01$. В общем, вот так по пару копеек возвращается, при этом ничего вообще делать не надо. И если посмотреть нашу общую статистику, Saving Catcher и Euroward Dollars. То есть начали мы пользоваться этим аппликейшеном примерно в августе прошлого года. То есть чуть меньше, чем полтора года мы ее пользуемся. И вот за это время мы уже 115$ вот таким образом сохранили, можно так сказать. При этом мы ничего не делаем, мы просто сканируем чеки. А кто-то также покупает, при этом чеки не сканирует. И его не сохраняет деньги свои таким образом. Вот. Что с этими деньгами можно делать? Они переводятся на Walmart Gift Card, которую просто можно распечатать. И с этой Gift Card у меня сейчас ее нет. Ну, по сути, здесь можно выбрать транспорт, все эти деньги на Gift Card. Walmart пришлет вам e-mail, на e-mail будет типа инструкции для кассира и бар-код. И тоже можно с этим распечатанным листочком пойти в Walmart. Да, кстати, эти деньги можно потратить только в Walmart. Но с этим листочком приходите в Walmart, там на 20$ покупаете. Если вы уже на 10$ насобирали вот этих Revolts. Просто кассир сканирует и уже на 10$ вам надо меньше заплатить. Вот так. Все просто. При этом не надо ничего там особого делать для того, чтобы вот такие копейки вам вернулись. То есть мы купонами не играемся, потому что есть люди, которые прямо покупают книжки с купонами или где-то их еще ищут. Ищут, вырезают, ходят в магазины, покупают именно то, что по купонам. Мне кажется, это слишком много геморроя, но при этом это особо денег вам не сохранит. Что мы делали? Мы вот узнали про такую фишку Walmart, про SavingCatcher. Сканируем наши чеки. Вот я сейчас просканировал, мне через дня два Walmart скажет, нашли они дешевле цены или нет. Вернут ли они мне пару копеек или долларов или нет. Вот так. Все так просто. Так что скачивайте себе SavingCatcher. Вернее, Walmart Application, в котором есть SavingCatcher. Сканируйте свои чеки. Покупайте, получается, дешевле. То есть не надо сейчас ходить по разным магазинам и искать, где дешевле и в Publix, и в Walmart, и в Target. Потому что там то дешевле, а там все дешевле. Можно просто прийти в Walmart, все купить. А он сам найдет и вернет деньги. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok